Менавазин. Сегодня мы расскажем, что это такое, из чего она состоит, при каких болезнях он помогает, как его правильно применять и расскажем про 16 особых применений данного продукта. Присаживайтесь поудобнее и мы начинаем. Менавазин это комбинированный спиртовой раствор для наружного применения, в названии которой уже зашифрован состав препарата Ментол-Новокаин-Анестезин. Действующие вещества Левоментол и два местных анестетика – Новокаин и Анестезин. Ментол избирательно действует на холодные рецепторы, отчего препарат вызывает чувство холода, а раздражающий эффект может сменяться слабой анестезией. Прокаин имеет сильное выраженное анестезирующее свойство, но он не действует на тонус сосудов. Бензокаин вызывает локальную анестезию в местные применения. Менавазин выпускается в виде раствора во флаконах и в виде спрея. При каких болезнях он помогает? Менавазин может помочь при различных болевых состояниях и дискомфорте, таких мышечные и суставные боли, воспалении мягких тканей, отеки и даже при укусах насекомых, обеспечивая временное облегчение. Он также может быть полезен при нейрологиях, например, при болях вдоль нервов. При некоторых заболеваниях позвоночника, таких как остеохондроз, минавазин может помочь смягчить болевые симптомы. В случае венозной недостаточности и варикозного расширения вен, он может способствовать уменьшению отечности и боли в ногах. Важно помнить, что минавазин – это средство для облегчения симптомов и не заменит профессиональную медицинскую помощь или лечение. Мы подготовили для вас список недугов и особенностей применения, в которых минавазин может оказать помощь. Надеемся, что эта информация позволит вам улучшить самочувствие, а также окажется полезной вашим близким. На нашем канале вы найдете много видео о различных недорогих, но эффективных препаратах, проверенных временем. Подписывайтесь и будьте в курсе новых видеороликов по данной теме. Минавазин способен убрать отложение солей в суставах, если его применять в течение длительного времени. Для этого нужно ежедневно смазывать поврежденный сустав, в котором накопились соли. При головной и зубной боли можно использовать минавазин для смазывания окружности уха дважды в день. Минавазин наносит на ступни и подколенные выемки, чтобы облегчить состояние, связанное со слабостью в ногах. Помощь при геморроя. Процедуры, при которых ватный диск смачивают минавазине и вводятся в задний проход, позволяют справиться с геморроем в течение пяти ежедневных процедур. При простуде с кашелем и растиранием минавазином спины и грудной клетки позволяет избавиться от кашля и предотвратить дальнейшее развитие простуды. Но важно после нанесения препарата сразу же укутать тело теплым платком или надеть шестяной свитер и лечь спать. При наличии ангины рекомендуется также натирать область горла минавазином и укутываться. При насморке достаточно понюхать минавазин, закрывая сначала одну ноздрю, а затем другую. И этот неприятный синдром быстро пройдет. Минавазин может помочь при герпесе на губах. Необходимо несколько минут подержать ватный диск, смоченный раствором, на месте возможного появления герпеса. Или нанести мазь с этим препаратом на место высыпания герпеса. Смягчение болей при варикозном расширении вен. Для снятия отечностей и болевых симптомов минавазин наносит легкими движениями на стоп кверху, массажируя область, а для усиления действия препарат можно после нанесения раствора накрыть участок кожи тканью. Для борьбы с бессонницей достаточно смочить ватный тампон в спиртовом растворе минавазина и протереть шею с затылочной части до ушей. Это позволит быстро заснуть без применения снотворных. Минавазин помогает облегчить боль при лицевой и поясничной невралгии. Для этого препарат втирают аккуратными движениями в область, в которой сконцентрирован очаг боли. Также это средство может использовать для смягчения боли, связанных со стихонрозом, но не влияет на саму причину заболевания. Минавазин помогает уменьшить болевые ощущения при миозите, воспалении мышц. Если вас мучают болезненные мозоли, которые оказываются непросто удалить, то применение минавазина уменьшит дискомфорт от болящей мозоли и позволит более быстро и эффективно использовать средства для их удаления. В некоторых случаях минавазин применяется для облегчения болевых ощущений при подагре и артрите. Составные заболевания отличаются особенно сильной болью, поэтому для облегчения состояния больного обычно применяют сразу несколько препаратов местного воздействия. Минавазин показывает эффективность в такой комплексной терапии. В народной медицине минавазин используют для облегчения боли при столбнике, но не в качестве лечения этого тяжелого заболевания. Поэтому нужно учитывать, что минавазин в данном случае лишь лекарств с симптоматической помощью. Как применять минавазин правильно? Подход к использованию минавазина аналогичен обращению к другим лекарственным средствам. Стоит придерживаться указанной на упаковке. Все же, народная медицина предлагает разнообразные способы применения в зависимости от ситуации. Для миозита, артрита, ревматических болей и неврологии нанесите минавазин на кожу и массируйте мягкими круговыми движениями до полного впитывания. Так активные вещества быстро проникнут в кожу и обеспечат местное обезболивание. Для гематом и синяков наносите минавазин на поврежденную область кожи и слегка массируйте, чтобы усилить кровообращение и ускорить рассасывание гематом. При внешних геморадиальных узлах рекомендуется делать охлаждающий компресс с минавазином, нанося его на марлевую салфетку и накладывая на проблемную область. При внутренних проявлениях геморроя тампон пропитывают препаратом и вставляют в задний проход. При мозолях и болях наносите минавазин на кожу стопы в зоне мозолей и проводите мягкий массаж. Для поверхностных травм нанесите минавазин на место боли и массируйте, чтобы облегчить боль без риска усиления дискомфорта. Кому не стоит применять это средство? Существует несколько групп людей, которым не рекомендуется применять минавазин. Детям. Детям до 12 лет лучше избегать использования минавазина без консультации с врачом. Беременным и кормящим женщинам. В период беременности и лактации следует воздержаться от применения минавазина, так как его воздействия на развивающийся организм могут быть недостаточно изучены. Людям с чувствительной кожей. Если у вас есть склонность к аллергическим реакциям или с чувствительной кожей, рекомендуется провести тест на небольшой участке кожи перед широким использованием. Пациентам с открытыми ранами, порезами или воспалениями на коже. Применение минавазина на поврежденной коже может вызвать раздражение и ухудшить состояние. Людям с аллергией на компонентные препараты. Перед использованием стоит ознакомиться с составом минавазина и убедиться, что у вас нет аллергической реакции на какой-либо из его компонентов. Лицам с болезнями кожи. Если у вас есть хронические кожные заболевания, перед использованием минавазина лучше проконсультироваться с дерматологом. Продолжение следует... Друзья, если вам понравилось данное видео, я прошу вас поддержать меня, поставить лайк и оставить комментарий. Это очень важно для меня, потому что я стараюсь сделать контент, который будет интересен и полезен для вас.